А даже в самой безнадёжности борьба остаётся надеждой. Ромен Роланд. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова В доме номер 39 по Стрелецкому проезду приобретали квартиры и местные жители. Мы искали квартиру для сына, но во вторичном фонде за эти деньги невозможно было купить ни одного нормального жилья. То есть оно было совсем плохое. Мы вышли в интернет, там была зарегистрированная ферма, уютный город, коттеджный посёлок, красивые дома. Мы приехали в офис. Офис был в Украине. Это был на момент второго этажа. Нельзя сказать, что при выборе продавца квартир, а вернее застройщика, наши земляки не проявляли бдительности. Я привёз своего тестя, который сам строитель занимается этими вещами в Симферополе. Он проверил, говорит, всё законно, всё нормально, всё в порядке. Берите, платите деньги. Поверили в добропорядочность застройщика и, естественно, в юридическую чистоту самого зодчества и более молодые приобретатели жилья. Квартира номер 15. То есть я помню, в 2015 году тоже приобрёл её. Когда я приобретал, то есть был только фундамент. Я поговорил с застройщиком и начал собирать деньги. То есть взял кредит около полмиллиона и по всем родственникам, по сусекам начал шлябать. Но вот я до сих пор ещё выплачу. Действительно, цель получить столь необходимое жильё в какой-то мере нивелировала критическое отношение к пути достижения этой цели. Где-то года полтора назад мы уже рассказывали о подобного рода строительстве и о финансовых рисках, которые возникают при покупке квартир в этих жилищах. К сожалению, наши сегодняшние заявители, очевидно, той программы не смотрели. А жаль. После Крымской весны построить многоквартирный дом с нуля было просто невозможно. Во-первых, как минимум, необходим был земельный участок с разрешённым режимом пользования. Во-вторых, разрешение на строительство. Всё многоэтажное строилось ещё по украинским разрешительным и проектным документам. И тогда у некоторых бизнесменов от зодчества появилась идея. А что если многоквартирный дом положить, образно говоря, на бок? Тогда он вполне удовлетворяет дефинициям 48 и 49 статьи градостроительного кодекса. То есть отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем 3, предназначенный для проживания одной семьи. Преимущества такого зодчества были очевидны. Действующий градостроительный кодекс предполагает упрощённое получение разрешения на строительство индивидуального жилого дома. Под жилым домом у нас предполагается дом высотой не более трёх этажей для проживания одной семьи. Документы это, во-первых, свидетельство о праве собственности на землю, градостроительный план земельного участка, схема планировочной организации земельного участка, паспортные данные застройщика и также по желанию можно какие-то иные документы, в частности проектную документацию. Появились такие строения и на улице Глеба Успенского в жилищно-строительном кооперативе «Ахтиар», что в бухте «Казачий». Соседи, естественно, возражали против многоквартирного строительства. Однако автор зодчества трёхэтажек имел непримиримую позицию и пояснял правовую природу их появления банально просто жилищными потребностями многочисленных родственников. Да, большая семья, значит, и родственники мои, только вот у меня супруга, трое детей, уже пять человек, мама, мои братья, сестра, то есть и построен дом для того, чтобы моя семья прожила здесь. Правда, тогда это было далеко не одинокое строительство Жерара Сердчиковича. Но если с додчеством такого жилья проблем до поры до времени не возникало, то с реализацией квартир всё обстояло не так гладко. Дело в том, что с нормой градостроительного кодекса об индивидуальном жилом доме корреспондируется норма кодекса жилищного, в соответствии с которой членам семьи собственника жилого помещения относятся проживающие совместно с данным собственником, принадлежащим ему жилом помещении, его супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные ждивенцы, и в исключительных случаях иные граждане, могут быть признаны членами семьи собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи. Одним словом, особо высокие финансовые риски для застройщика, естественно, для покупателей, наступали как раз в момент публичной оферты или оформления договора о купле-продаже. В последние годы многие застройщики в целях некой прибыли строят многоквартирные дома на земельных участках, относящихся к индивидуальному строительству. В этом плане имеются финансовые риски у граждан, приобретающие такие дома. Во-первых, купить как жилой дом они не могут. Могут приобрести только как долю, долю в многоквартирном доме. Однако, если муниципалитетам будет установлено, что данный многоквартирный дом построен без разрешения, то он подлежит сносу за счет застройщика. При этом гражданин, купивший квартиру, потеряет как деньги, так и жилое помещение. Однако вернемся в Стрелецкий проезд. 39-й дом строился споро, свои обязательства выполнял как застройщик, так и покупатели, как они себя считали, а фактически дольщики строительства. Мы вносили деньги частями, то есть 25% на второй этаж, 50% на третий этаж, и под крышу, когда сдавался дом, это мы вносили 100% сумму. Мы постоянно ездили. В течение года, пока он достраивался, с 15 по 16 год июнь, мы постоянно ездили и наблюдали за строительством. Неприятности посыпались на жителей 39-го дома с момента качания строительства и передачи квартир в собственность. Мы приехали к нотариусу совершать сделку. И вот там наступил момент истины, что у нас, оказывается, не квартиры, а доли. И нам сказали, хотите подписывайте, а не хотите уходите. 20 человек были в шоковом состоянии, потому что деньги внесли, деньги вносили частями, деньги отданы. Люди уже жили, все хотели жить, квартиры иметь, а не забирать эти деньги, которые забрать было просто невозможно. Не успели счастливые жильцы 39-го дома перевести дух после вынужденной сделки по покупке доли в новостройке, а заодно и порадоваться полученному свидетельству о государственной регистрации права на дом, как тут же получили еще более убийственное извещение. Когда мы получили все документы, буквально через три недели получаем извещение о том, что мы вызываемся в суд о незаконной постройке дома. Но мы его не строили, мы покупали квартиру в доме. Оказывается, мы дольщики в этом новом доме, оказывается, на нас суд, правительство. Правительство, реализуя свои процессуальные права, подало два иска к застройщику. В первом оно попыталось признать незаконным государственный акт о праве собственности на земельный участок, поскольку основанием его явилось распоряжение главы госадминистрации Сергея Куницына в печальный и известный для Псевастопольцев период апреля 2010 года. Эти исковые требования неоднократно рассматривались судами всех инстанций, в конце концов застройщик отстоял свое право на земельный участок. Не менее противоречивым стали решения судов, особенно первой инстанции, по второму иску о признании 39-го дома самовольной постройки и его сносе. Решение непонятно. То есть, во-первых, оно половинчатое, можно так сказать. То есть судья приняла решение о признании дома самовольной постройки, но судьбу не определила. Это, во-первых, и мотивировка, действительно, читаешь, как будто бы сначала она хотела отказать в принятии решения, но в итоге приняла решение, какое оно и получилось. Можно сколь угодно долго говорить о противоречивости решения суда первой инстанции, но с другой стороны необходимо признать явно прохладное отношение к формированию доказательной базы у ответчиков. Именно они должны были представить объективную информацию хотя бы о людях, которые в результате судебного решения окажутся буквально на улице. В нашем доме из 20 семей проживают инвалиды первой и второй группы, чернобыльцы первой категории 1986 года принимали участие, шесть детей, которые в садик ходят, в ясли. Семья состоит из четырех человек, то есть это младший, старший сейчас в школе. Это является единственным жильем, мы тоже влезли очень много в долгов по всем родственникам, до сих пор не можем никак выплатить, это является единственным жильем. У меня здесь нет ни свекрови, ни мамы, то есть у нас вообще здесь никого нет, у меня все родственники остались в Украине. А естественно, к участию в судебных заседаниях необходимо было привлечь и уполномоченных и по правам человека, и по правам ребенка. Безусловно, в ходе судебных премий необходимо было настаивать на выполнении судом конвенции о правах ребенка, в частности статьи 27, цитируем, «Каждый ребенок имеет право на уровень жизни, необходимый для его физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития». Не помешало бы и напоминание пункта 2 статьи 24 Харти основных прав Европейского Союза, вновь цитируем, «При совершении любых действий в отношении детей, как со стороны публичных властей, так и со стороны частных учреждений, высшие интересы ребенка должны рассматриваться как приоритетные». Не думаю, что судебные решения в свете этих актов международного права смотрелись бы так уж безапелляционно. Увы, это далеко не единственное упущение стороны ответчиков. У меня возник вопрос, почему при рассмотрении в первой инстанции не было подано заявление, встречный иск о признании права собственности на данную самовольную постройку. Потому что при принятии решения о самовольной постройке, то есть надо определить судьбу этой самовольной постройки. То есть или снести ее, или признать право. Ответчики-то каким правом не воспользовались. Поэтому у суда и следующих инстанций не было оснований рассматривать данное обстоятельство. К сожалению, канули в прошлое не только возможности, но и процессуальные сроки. Ситуация сложилась, что называется, почти безнадежная. Ответчики не воспользовались правами в дальнейшем обжаловании этих решений. То есть все сроки прошли, не в тот суд однажды обратились. И поэтому сейчас только надо говорить действительно о каком-то политическом решении. То есть то ли какую-то объявить жилищную амнистию, потому что страдают люди. То есть они же не виноваты, что их, так можно сказать, в кавычках кинули. В качестве туманной перспективы вернуть свои кровные видится еще одно процессуальное действие, но уже в сфере уголовного права. Возможно тут еще проверить данные действия в правоохранительном плане. То есть провести проверку в действиях застройщика правомерно, он неправомерно действовал. Ну и очевидно последняя инстанция это Европейский суд по правам человека. Можно, наверное, еще попробовать обратиться в Европейский суд по правам человека с какими-то требованиями. То есть надо подумать, как их сформулировать. Возможно, это тоже сыграет свою роль. Ну, с другой стороны, СПЧ не пересматривает в общем-то дело по сути. По сути не пересматривает, да, но мы, российское законодательство, все равно и практика связана с решениями СПЧ. Если СПЧ увидит нарушения в процедуре или еще в чем-то, то суды наши должны будут пересмотреть в какой-то мере судебные решения. Но это все в будущем. А пока всем жителям Стрелецкого проезда, а здесь сооружается еще несколько подобных строений, надо чаще вспоминать Юлиуса Фучика. О люте, будьте бдительны. Фраза «я не слишком богат, чтобы покупать дешевые вещи», предписывает барону Ротшильду. Не менее известна и русская поговорка «бесплатный сыр бывает только в мышеловке». Это я к тому, что прежде чем заключать даже очень выгодную сделку, посоветуйтесь со специалистами права, ведь можно потерять при этом все. А у нас на сегодня вся информация. Все вам самого доброго. Берегите себя, честь имею. Редактор субтитров А.Семкин